Реклама Стронную версию можно приобрести по ссылке под роликом. Мир, описанный в данной книге, пустоцвет и миотиды, очень интересен тем, что это, конечно, во-первых, это мир прекрасных амазонок-воительниц, но самое главное, показанное отлично показано, обратная сторона этой красоты. Ну, также, думаю, нужно отметить, что в этой книге опять слишком много борьбы и любви, ну а самое главное, возникает сомнение, что можно успеть так много сделать и за столь короткий срок. Самое, наверное, интересное в этой книге это то, что это первая, действительно русская книга Ричарда Блэйди. Это не перевод и невольный пересказ, а это книга Михаила Нахмансона, которая является вставкой. Вот Блэйдиан. Формально это третье путешествие Ричарда Блэйда в Измерение Икс, но, наверное, здесь Ахманов несколько грешит против хронологии, поскольку ясно, что он вставил эту книгу позже, чем, скажем так, был написан основной цикл. Цикл-то был написан еще в 60-х годах. Действие повести, кстати, происходит в 1969 году, во времени нашего хронопотока. Нам понятно именно это. Имя, вернее, поэтам. Это произведение крайне интересно в плане конспирологии. Есть ли в нем конспирология? Это очень непростой вопрос. Но нужно сказать, что с первого взгляда кажется, что нет. На этот раз Ричард попадает в мир, который является параллельной эволюцией античных цивилизаций. И страна, в которую он попал, Метикда, очень похожа на Древнюю Грецию. Но эволюция Древней Греции в этой реальности пошла так, что мозги становятся набегрее. Но при этом нужно признать, что такая эволюция действительно возможна. В советское время, да и на Западе в то время тоже почему-то очень не любили говорить, что великая и прекрасная культура Древней Греции была бисексуальной. В Древней Греции были нормой не только интимные отношения между женщиной и мужчиной, но между мужчиной и мужчиной, и женщиной и женщиной. Это считалось нормальным, естественным и даже и близко не осуждалось обществом. Эту культуру унаследовала Древний Рим. И людям того времени хорошо был известен эпитет, которым жители Древнего Рима наградили Юлия Цезаря. Муж для любой жены и жена для любого мужа. Реальность, в которую на этот раз попал Ричард, без дураков, является реальностью, в котором действительно возник мир прекрасных амазонок-воительниц. Возник на базе Древней Греции, скажем так. Возник не в легендах, а возник на самом деле. Кстати, древние греки в этой реальности, или как они сами себя называют, мелоты, на наших древних греков очень мало похожи. Черные волосы, например, у них редкость. Зато норма. Светлые, каштановые, ну и так далее. Русые. Но самое главное не это. Самое главное, что у них почему-то много веков. На 10 девочек рождался только один мальчик. А вера запрещала им вступать в браки с другими народами. И вообще в интимные отношения с другими народами. В результате мужчины стали главной ценностью этого народа. И им запрещено заниматься воинским способом. Запрещено служить в армии и так далее, чтобы не рисковать собой. Потому что если мужчины будут гибнуть слишком часто, этот народ просто выбрит. Ну и соответственно армия. Много веков формируется только из женщин. Но это отличная армия. Женщины-воины оказались ничуть не хуже. Мужчины-воины. Более того, во многом сумели их превзойти. Конница прекрасных амазонок непобедима. И перед ней склонили голову уже очень многие народы. В результате миотида очень богата и могущественна. Мужчины тоже недаром едят свой хлеб, хотя и занимают привилегированное положение. Они отличные художники, ученые, архитекторы, скульпторы, государственные деятели и так далее. И видимо благодаря мужчинам миотида единственная страна в этой реальности, которая умеет ковать болотные клинки. И это видимо главная причина, почему прекрасные амазонки-воительницы непобедимы. Но это не единственная впечатляющая в положительном плане черта миотида. Страна действительно прекрасна. Прекрасна во всех смыслах. И то, что она так прекрасна, прежде всего заслуга людей. Они создали эту культуру, они создали эту цивилизацию. И видимо все же это прежде всего заслуга мужчин. Ричард, например, просто восхищен ее архитектурой, ее дворцами, ее садами. Когда он попал туда, ему сначала показалось, что он попал в рай. Но мужчины миотиды полностью утратили мужественность. И здесь закономерен вопрос. А можно ли мужчинам, утративших мужественность, вообще считать мужчинами? Ну и понятно, есть еще один вопрос. А какой характер антивных отношений в этой стране? И Ричарду очень долго не удается найти ответ на этот вопрос. Тем более, что первое время ему было и не до поиска. Попал в миотиду, он сразу стал рабом. И хотя рабство в миотиде не особенно страшно, это действительно очень развитая, как и древняя Греция цивилизация. Развитые цивилизации понимали, что сытый раб работает куда лучше, чем голодный. Но тем не менее, рабство все равно остается рабством. Вообще, когда считаешь о том, что Ричард никак не может врубиться, какой характер антивных отношений в миотиде, удивляешься, что почему-то он не может такую очевидную вещь врубиться. Но надо признать, что в голове, действительно, когда самые простые, самые очевидные вещи, понять труднее всего. Он все понял тогда только, когда уже успел занять в миотиде очень высокое положение, впервые в истории этой страны получил право обучать амазонкам приемом боя. Такого никогда не было. Мужчины миотиды не были. Пожалуй, я все же не буду давать прямой ответ, какой характер антивных отношений в этой стране, хотя, на мой взгляд, все ясно даже из самого названия повести. Но, понятно, однажды до Ричарда все дошло. И это взбесило его по-настоящему. И особенно его взбесило то, что он перед этим был искренне восхищен. Прекрасная культура этой страны. И хотя он прекрасно знаком с исследованием ученых о том, насколько сложная вещь, интимные отношения, и насколько тут могут быть непредсказуемые вещи, в 60-х годах таких исследований уже было немало. Тем не менее, на возмущение Ричарда это не отрасилось никак. Точнее, на возмущение и отвращение Ричарда. И он принимает решение уничтожить прекрасную цивилизацию миотиды. Вернее, сделать из нее нормальную цивилизацию. Решение, конечно, совершенно невыполнимое для обычного человека, но Ричард далеко не обычный человек. Возможно, также сыграло роль, что он встретил в этом мире немыслимую прекрасную женщину. Тоже амазонку, понятного, и девицу. И опять он считает, что прекраснее женщины, чем она, он в жизни никогда не встречал. Но он впервые в жизни сталкивается с полным равнодушием с ее стороны. И тоже долго не может понять, почему и в чем здесь дело. Ну и понятно, дальше начинается главная интрига повести. Ричард начинает, извиняюсь за тавтологию, грандиозную интригу, первая часть которой, только вернее, первая часть которой, свержение высшей государственной власти миотиды. Ну и понятно, он также продолжает бороться за свою любовь. Есть ли здесь конспирология? Рискну предположить, что да. Прежде всего, эта книга беспощадно втаптывает в грязь прекрасную легенду об амазонках-воительницах. И Нахмансову великолепно удалось показать, что никакой другой цивилизации амазонок-воительниц в реальности просто не может быть. Это, как ни крути, физиологически невозможно. Но стоит ли жалеть, что эта прекрасная легенда разоблачена? Думаю, что нет. Одна из главных черт концепции Бортинии, отлично показанная Иваном Ефремовым, состоит в том, что в нашем изначально изуродованном мире возможно псевдокрасота. Уродство в нашем мире, увы, умеет прикидываться прекрасным. Более того, прекрасным умеет прикидываться по-настоящему страшное и по-настоящему отвратительное уродство. В народе это испокон веков называется очарованием вампиров. Вампиры, исходя из этой концепции, не легенда. Вот хорошая цитата из романа Ивана Ефремова Таис Афинская о вампирах. В ней учитель Таис Лисип, беседуя с ней, говорит, ну я, понятно, лучше зачитаю, С каждым годом ты будешь ходить все дальше от забав юности. Шире станет круг твоих интересов, глубже требовательность к себе и людям. Обязательно сначала к себе, а потом уже к другим. Иначе ты превратишься в заносчивую аристократку, убогую и сердцем, и умом. И умрешь, не физически. Со своим здоровьем ты можешь жить долго. Умрешь душой, и по земле будет ходить лишь внешний образ Таис. А по существу труп. Ты вряд ли имеешь понятие, сколько таких живых мертвецов топчут ли геи. Они лишены совести, чести, достоинства и добра. Всего, что составляет основу души человека. И что стремятся пробудить, усилить, воспитать художники, философы, поэты. Они мешают живым внешне, отличаясь от них. Только они не насытны в пустых и самых простых желаниях. Еде, питье, жонах, власти над другими. И добиваются этого всеми способами. Знаешь ли ты, спутник Декаты, Ламии, Мормы, или как там еще их называют. Те, кто ходят с ней по ночам и пьют кровь встречных на перекрестках вампиры. Это простонародная символика. А в тайном знании сосущая живую кровь порождение тартаров. И есть мертвые и ненасытные люди. Готовые брать и брать все, что возможно. Из полиса, общины, людей чужих и своих. Это они забивают до смерти рабов на тяжкой работе. Лишь бы получить больше золота, серебра домов, копий новых рабов. И чем больше они берут, чем жаднее делаются. Упиваясь трудом и потом подневольных им людей. Страшно ты говоришь, учитель. Таясь даже зябко повела плечами. Теперь я невольно буду присматриваться к каждому. Тогда цель моих слов достигнута. Самое же главное, возможно, не только индивидуальные, но и социальные вампиры. Целые народы и цивилизации, ставшие вампирами. У Ивана Ефремова такие социальные вампиры. Это Персиполис, город Персиполис, сожженный Таис. И планета Торманс. В Меотиде произошло самое страшное, что возможно. С позиции ноосферного мировоззрения. В ней извращена любовь. То есть извращено самое высшее проявление чувства прекрасного. А это самый верный путь к социальному вампиризму. И самое страшное здесь то, что внешне Меотида остается прекрасной. И более того, она не только прекрасная. Она еще и по-настоящему могущественная, по-настоящему великая. В общем, Ричард, как всегда, появился в этом мире вовремя. Безусловно, рекомендую повесть к прочтению. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь роликами в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы верите на конечных заставках?